Национальный музей Дании находится во дворце, где жил в свое время датский принц. В 1743 году этот дворец в стиле рококо построил архитектор Николай Эйкдвет для короля Фредерика V, а в 1892 здесь был открыт важнейший для страны культурно-исторический музей. Коллекционные собрания музея берут свое начало в конце XVII века из королевской кунцкамеры, представляющая собой обширное собрание, основами которой стали живопись, произведения искусства, оружие, этнографические экспонаты и другие древности. В 1807 году было необходимо создание Королевской комиссии по сохранению древностей, так как коллекция со временем значительно увеличилась. Она внесла в реестры все сокровища, имеющиеся к тому времени. Коллекция окончательно переместилась в принц-палац после принятия Конституции Дании, по которой в государственное распоряжение переходили все королевские собрания сокровищ. Так был основан Национальный музей Дании. Экспозиция рассказывает об истории Дании во все эпохи ее существования, начиная с древних первобытных времен и заканчивая эпохой Возрождения и современностью. Эпохе викингов уделено особенное внимание. Представлена богатая коллекция разных артефактов, включая камни с древними изображениями рун. Также в залах музея собраны памятники культуры, которые датские ученые в течение многих лет привозили с разных концов света, в том числе из таких отдаленных, как Гренландия и Латинская Америка. На первом этаже Национального музея расположена экспозиция, которая относится к доисторическому периоду. Среди экспонатов особенно интересны древние камни с руническими надписями. Трунхольмская колесница, золотые рога из Галихуса, серебряный котел, повозка из Дайберга. Представлена в музее и великолепная коллекция эпохи Средневековья. Королевские медали, старинные монеты, оружие, предметы интерьера, картины, церковная утварь, золотые алтари, посуда, ювелирные изделия. Помимо постоянной экспозиции в музее часто проводят специализированные выставки. Экспозиция, посвященная эпохе Средневековья и Ренессанса, знакомит всех посетителей с богатейшими средневековыми коллекциями, а также в салах воссозданы интерьеры той эпохи. Также в музее имеются экспозиции, представляющие другие мировые культуры, где можно увидеть предметы, которые использовались в религиозных обрядах Америки до Колумбовой эпохи, магические амулеты из Гренландии, этнические костюмы индейцев, образцы древнейших рисунков, одежды японских самураев и загадочных индийских богов. В распоряжении музея находятся экспонаты египетских и классических древностей, коллекции церковного искусства, к примеру, коллекция золотых алтарей, которая является крупнейшей в мире. На базе Национального музея существует Детский музей. Здесь для детей регулярно проходят образовательные и развлекательные мероприятия, посвященные религиозным и общественным событиям. Стоимость посещения для взрослых 95 крон или 13 евро детей до 18 лет пускают бесплатно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!